Здравствуйте, меня зовут Байков Дмитрий, я являюсь студентом НИАО МИФИ в факультете кибернетики и информационной безопасности. В данном видео я расскажу вам о своем проекте. На экране вы можете наблюдать виртуальную модель, которая воспроизводит работу двухсиловой камеры, установленной на квадрокоптер. Итак, зачем же это все создавалось? Тестирование на реальных устройствах, а тем более летательных аппаратах, зачастую крайне дорого. Поэтому, для того, чтобы ответить на ряд вопросов, которые возникают у исследователей, но не тратить ресурсы, создаются виртуальные модели. Данная модель направлена на то, чтобы показать, а как в действительности аналогичное устройство вело бы себя в реальном мире, прикрепленное на реальный вертолет. На летательных средствах, которые сейчас занимаются наблюдением, например, отслеживают пробки или ведут репортажи, в большинстве случаев установлена шестиосевая камера. Это система, которая может погасить возникающую качку и вибрации на видео, планируется к установке на наши военные вертолеты и будет весить порядка 50 кг. Мы же предлагаем остаться в пределах двух всего системы, выполняя стабилизацию, преимущественно за счет цифровой обработки видео, при помощи связанных данных об угловых и линейных ускорениях платформы в различных ее узлах. Такие камеры стоят дешевле и меньше весят, а это позволит взять больше другой полезной нагрузки, например, вооружения, топлива или людей и сэкономить деньги. В дальнейшем в общей композиции будут две системы, которые должны будут решать две задачи. Симулирование видеосигнала с двух всего камеры и, по полученным данным, стабилизация видео. В данном видео уже рассматривается первая часть. Модель разрабатывалась в среде процессинг и помимо эмуляции камеры необходимо было сымитировать тряску, которая присуща всем летательным аппаратам, а также связанной с движением поворот видео в зависимости от текущего направления движения и направления текущей съемки камерой. Также стоит уточнить, что на квадрокоптере в виртуальной среде воздействует только часть из тех сил, которые действуют на тело в реальной среде. Остальные параметры были сознательно опущены, ввиду их меньшей значимости и влияния на модель. В результате работы была получена модель, которая имитирует работу двух всего камеры на летательном аппарате и позволяет сохранить результаты, то есть видео и файл с данными формата OSC. Во время работы модели можно изменять параметры устройства и вибрации, соответственно, не внося изменений в код, можно, например, сымитировать отказ шагового двигателя и пронаблюдать, а как же будет вести себя система в результате данной неполадки. В дальнейшем, по полученным данным, будет производиться стабилизация битвы. Спасибо за внимание.